Значит, только что с Михаилом Васильевичем Сенкевичем, с моим коллегой, тоже зампредом УНК, посетили ИВС номер один на Петровке 38. Давидович содержится в камере еще с двумя людьми. Жалоб на условия содержания у него нет. Единственное, не выдали там щетку с пастой, что положено делать. При нас сейчас это нарушение устранили, выдали ему все. Он знает, что завтра суд. Что он мне рассказал? Рассказал им мне, что на Ходынке он только расстался со своим адвокатом Жориным Сергеем. И как только адвокат уехал, говорит, меня остановил второй спецбат ДПС. Сказали, говорит, Эрик, давай сфотографируемся. После этого он, говорит, я вышел, сфотографировался с инспектором. И, говорит, второй инспектор мне на ухо сказал, что извини, ничего личного нам приказали. После этого, говорит, подъехал автобус. Из автобуса, говорит, вышло шесть автоматчиков. Сказали, заходи в автобус. Давидович, говорит, я подчинился, зашел в автобус. И меня, говорит, сюда привезли в ВВС. Все. Говорит, никто меня ничего не опрашивал, не спрашивал. Я, говорит, ничего не подписывал. Просто привезли и сказали, будь здесь. А на вопрос, за что? Ему объяснили, что якобы это тема девятилетней давности. Когда какого-то человека задержали за мошенничество с машиной, со страховками. Этот человек, девять лет назад его задержали. Четыре года он отсидел по приговору суда. И после этого еще прошло пять, как он вышел, этот человек. И вот через пять лет, после того, как он четыре года отсидел, он написал заявление и дал показания, что Давидович причастен якобы к совершению какого-то преступления. На самом же деле Давидович сказал, что он думает, что его закрыли ВВС, потому что он анонсировал выход фильма, в котором будет рассказано о том, как ворованные машины ставятся во всех подразделениях города ГАИ на учет. И Давидович сказал, что я считаю, что как только я анонсировал этот фильм, говорит, меня сразу закрыли ВВС. И что он еще просил передать? Он просил, чтобы все, кто может, пришли поддержать его завтра в 10.30 в Тверской суд, чтобы журналисты и все его друзья подключились к этой истории. И сказал, что фильм, несмотря на то, что он помещен в ВВС, фильм о том, как краденые машины якобы ставятся на учет в ГИБДД, фильм все равно выйдет. Вот что передал Давидович. Физическую силу к нему никто не применял. Он сказал, что сотрудники все были предельно вежливы, и ВВС нормальное отношение. То есть по этой части у него замечаний нет никаких. Но он считает, что, как он сказал, жара вся эта пошла именно из-за анонса этого фильма. До суда, да, суд будет сегодня, вот сейчас утром, сейчас вот 7 часов утра, суд будет через 3 часа 30 минут. Тверской суд на Цветном бульваре находится. Вот. Поэтому, если кто-то может, подъезжайте к суду, поддерживайте Давидовича, запускайте хэштеги в интернете и прочее, 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 прочее. Вот, в принципе, все, что хотел сказать. Ну, конечно, Давидович так малость в шоке, но говорит, что могли убить его. Он сказал, говорит, я думал, что могли убить меня. Вот. Надо готовиться к худшему, да. Я вот по практике, я надеюсь, конечно, на Жорина, что он вот стоит. Но по практике, я думаю, арест все-таки будет на 2 месяца. Потому что, когда так вот закрывают быстренько, то, извините, закамерники у него нормальные, никакие не тяжелые, ни насильники, ни убийцы, там, все экономисты. То есть, по экономике все. То есть, 33-я статья соблюдена. Вот. Будем, давайте, будем думать, что Жорину получится его в суде отстоять и не будет арест, если следствие надо. За Давидовича очень много кто может поручиться. Он живет в Москве, вовсе знает, он не будет никуда скрываться. Да, ночью Мухаммед, какой Мухаммед? Маруан, наверное, говорил. Да, адвоката давали бесплатного, но Давидович от него отказался, потому что у Давидовича есть адвокат по соглашению, это Сергей Жорин. А по закону, если присутствует адвокат по соглашению у человека, то бесплатно ему не дается. Вот. Будем надеяться, что Жорин утром, вот сейчас через 3 часа, отстоит право Эрика, там, на подписку о невыезде, на залог или на домашний арест. Нет, я не буду на суде, потому что я всю ночь не спал, я выехал в 12 ночи там или во сколько уже. То есть я выехал, я был очень далеко в области. И у меня там ребенок остался, я сейчас возвращаюсь туда. Поэтому я на суд не приеду, но там будет много наших сторонников, будет Жорин. Я за суд спокоен. Каждый должен заниматься своим делом. Я посетил Давидыча ВВС, все посмотрел, взял это на контроль, чтобы с ним там ничего не случилось. Проинформировал, кого нужно, в том числе надзирающие органы. А в суде уже будет Жорин заниматься этим. И Сергей хороший адвокат, поэтому я думаю, что он сделает все на максимум, как должно быть. Ну а нам остается только поддерживать Давидыча и верить в его невиновность. И делать каждый все, что может, для того, чтобы доказать эту невиновность. Все. До встречи в эфире.